Цегламинская библиотека номер 16 представляет презентацию «Мой друг собака». Кто из нас в детстве не мечтал о собаке? Жизнерадостное, ласковое, любящее существо с преданными глазами, любящее беззаветно и самоотверженно, способное разделить и радость, и горе. Конечно, мечта о собаке – мечта о друге, чья любовь к нам гораздо больше той заботы, которая требуется от нас. Много тысяч лет назад дикая собака подошла к костру первобытного человека и стала его верным другом. Человек кочевал с места на место, добывая средства к существованию. Помогала ему в этом собака, великолепное чутье которой, быстрота ориентации делали ее неоценимым союзником людей. Среди собак встречаются злые, агрессивные, трусливые. На предательство собаки – дело неслыханное. Наоборот, ради хозяина они готовы на все. Сегодня я хочу рассказать о породе собак – лабрадор. Он является одной из самых популярных пород собак. Результаты исследований показывают, что есть три версии происхождения и названия породы лабрадор. Первое. Лабрадоры были исключительно черными по окрасу, напоминая камень лабрадорит. Возможно, в честь этого камня лабрадоры и получили свое имя. Вторая версия гласит, что предки лабрадоров были выведены на полуострове Лабрадор. А третья версия – что лабрадоров так прозвали португальцы за их удивительную работоспособность, назвав их лабрадорами, что в переводе с португальского означает «труженик». Лабрадор – это одна из самых красивых, узнаваемых и дружелюбных пород на планете. Эти животные почти полностью лишены агрессии. Они прекрасно ладят и с хозяевами, и со всеми членами семьи, и с другими питомцами, и с малознакомыми людьми. Лабрадор – веселый, здоровяк, способный заражать всех вокруг своим жизнелюбием и оптимизмом. Живя в семье, он создает вокруг себя спокойную и счастливую атмосферу домашнего уюта и гармонии. Лабрадор – невероятно умный и послушный пес. Лабрадор – это порода отличается активным и веселым нравом, за что очень любима. Вы не встретите ни одного случая нападения лабрадора на человека. В некоторых странах лабрадора даже считают символом благополучной семьи. Многие молодожены заводят этого удивительного питомца как обещания радости и семейного счастья. Лабрадоры – относительно крупные и мощные собаки. Высота в холке составляет 56-57 см. Вес стандартом не регулируется, но при таком росте самцы должны весить 29-36 кг, а самки – 29-32 кг. Лишний вес у лабрадоров нежелателен. Взрослая собака должна оставаться активной и подвижной. Внешне лабрадоры производят впечатление добродушных и очень социальных собак. Корпус лабрадора компактный, крепкий, мощный. Голова широкая в черепной части, уши висячие, небольшие, прилегающие к голове. Глаза карие или ореховые. Мочка носа черная или коричневая. Грудная клетка у лабрадора широкая и глубокая. Хвост толстый и основание. Линия хвоста продолжает линию корпуса. Он не должен закручиваться на спину. Большую часть времени хвост лабрадора находится в веселом движении. Конечности лабрадора прямые, мускулистые, движения свободные, активные. Шерсть – отличительная особенность породы лабрадора. Она короткая, густая, с хорошо выраженным подшерстком, который защищает лабрадора от непогоды и холодной воды. Шерсть не должна быть волнами, излишне длинной и мягкой. Характер собак породы лабрадор исключительно доброжелательный. У лабрадоров не должно быть агрессии или робости. Лабрадоры подвижны и активны на прогулке, при этом незаметны даже в небольшой квартире. Это прекрасно чувствующий своего хозяина компаньон. Легко поддержит игру, а если владелец устал, ляжет рядом у ног. Лабрадор готов бегать с владельцем по утрам. Может трусить рядом с велосипедом или долго гулять в парке. Этим собакам очень важна физическая нагрузка, чтобы поддержать хорошую форму. Лабрадор будет терпеть любые игры со стороны детей и никогда их не обидит. Он может быть хорошей нянькой малышу. Он подскажет маме, что ребенок проснулся и заворочился в кровати. Напомнит о смене подгузника. А когда ребенок подрастет, пес станет ему надежной опорой при первых попытках ходить. Как ухаживать и содержать лабрадора? Уход за этими собаками несложный. Однако стоимость содержания может быть довольно высока из-за затрат на качественные корма и ветеринарное обслуживание собак этой породы. В доме щенку лучше сразу выделить место и не допускать его на кровать и диваны. Лабрадор может прекрасно спать на полу, а мебель останется в чистоте. Для кормления тоже должно быть выделено место. Лучше, чтобы миска была на подставке, а ее высота регулировалась по мере взросления собаки. У лабрадора должны быть свои игрушки из качественного пластика, резины или ткани. Рекомендуется следить, чтобы пес не мог проглотить часть игрушки или ее целиком. Эти собаки могут быть склонны к поеданию инородных предметов – носков, варежек, других мелочей. Лабрадоры очень любят купаться. Конечно, ванна не заменит плавание в реке или озере. Полежать в грязной луже – тоже большое удовольствие для лабрадора. Поэтому, скорее всего, придется мыть собаку время от времени. После купания следует обратить особое внимание на уши питомца. Их надо тщательно просушить ватными дисками или салфетками. Одевать лабрадоры зимой нет необходимости. Густая шерсть надежно защищает их от морозов. А вот в период межсезонья легкий комбинезон из плащевки для защиты шерсти от грязи будет полезен. Лабрадора надо регулярно вычесывать специальной щеткой. Это позволит вовремя избавиться от отмеревшего подшерстка и немного уменьшить количество шерсти на полу. Воспитание собаки породы лабрадор не слишком отличается от воспитания собак других пород. Очень важно научить питомца ходить на поводке и не тянуть за собой хозяина. Вторым полезным навыком для лабрадора станет от учения от привычки подбирать несъедобные и съедобные предметы на улице. Собака не должна бежать со всех лап к людям и прыгать на них, пытаясь лизнуть лицо. Безусловно, лабрадор очень добрый, но таким поведением он может напугать незнакомого с породой человека. Пристрастие этой собаки к еде может стать хорошим подспорьем в воспитании. Эта порода собак обладает живым умом, а если подключить лакомство, способна к чудесам дрессировки. Недаром представители этой породы служат полиции. Они легко дрессируются для обнаружения взрывчатых или наркотических веществ. Последние десятилетия, благодаря своей интуиции, терпению, беззаветной преданности человеку, лабрадор сделался прекрасным поводырем для незрячих и помощником для глухих. Лабрадоров уже много лет используют как собак-терапевтов. Их специально обучают для общения с больными людьми, включая и детей. Результаты такого общения просто феноменальны. Лабрадоры-терапевты помогают и эпилептикам. Они предчувствуют момент начала припадка и предупреждают человека, чтобы он ушел в безопасное место. Загляните в добрые и преданные собачьи глаза. У собак лишь один недостаток. Они верят людям. Так сказал Элиан Джордж Финберт. Вот и мы вам желаем, чтобы у вас были такие же верные, надежные друзья. Любите собак за их преданность, способность помочь в трудную минуту, развеселить и успокоить вас в нужное время. Давайте по-доброму относиться ко всему живому вокруг. И мир нам ответит тем же. Если вы не планируете в ближайшее время заводить лабрадора, то самое главное – не смотреть ему в глаза. Иначе этот взгляд может резко поменять ваши планы. И вы будете вспоминать эти глаза всегда и повсюду. Но если вы все-таки посмотрите ему в глаза, то увидите лабрадорскую душу, полную преданности, любви и веры в человека. Так будьте же достойны этого взгляда. Зачастую люди, берущие себе щенка или взрослую собаку, не осознают того, что собака – это не только красивая игрушка или охранник, но и большая ответственность. Как итог, первые трудности или неудобства с питомцем и семья предпочитают избавиться от этих проблем. В лучшем случае отдав собаку другим людям. В худшем – выгнав на улицу некогда такого милого песика. Я хочу вам прочитать стихотворение, называется «Старый пес». Ворох желтых листьев нес, с воем ветер прыткий, дождик лил, и старый пес весь промок до нитки. Раньше в доме теплом жил, он в семействе дружном и хозяевом служил, но вдруг стал ненужным. Продан дом, очаг остыл, все умчались в город, вот и выброшен он был в леденящий холод, как осенний лист дрожал проходящих рядом, с тихой грустью провожал безнадежным взглядом. И блестели на глазах слезы от печали, почему ж родного пса близкие предали. Гром гремел, прошла гроза в поле над лесами, ибо встретились глаза с мальчика глазами. И хотел так пса обнять этот тихий мальчик. Может, нам его забрать? Видишь, песик плачет. Пса ладошкой гладил он, нежно, человечно, как две скрипки в унисон бились два сердечка. Мать сомнениями полна, в доме места мало, но хорошего она сына воспитала. Ты, бродяжка, будь здоров, странник наш лохматый, для тебя найдется кровь в доме небогатом. И пошли домой, мороз, ежась от ненасти, мальчик и замерзший пес в ожидании счастья. Стихотворение Марии Шадриной Чем лучше я узнаю людей, тем больше уважаю собак, говорил тысячелетия назад древнегреческий философ Сократ. Человек может предать, собака – никогда. Собаки, Бог вас людям дал в награду, чтоб грели сердце, радовали глаз. Как мало вам от человека надо, как много получает он от вас. Когда собака с человеком рядом уходит из души по каплям зло, Она всегда поймет вас с полузгляда, наполни дом уютом и теплом. Когда потреплют вас в житейской драке, и, кажется, ненастьям нет конца, Зализывают раны нам собаки, и слезы слизывают с нашего лица. Так пусть же человек, венец творения, каких бы в жизни не достиг вершин, Склонит чело с любовью и почтением к четвероногим врачевателям души. О собаках написано много книг. Белый бим, черное ухо Гавриила Троепольского, Умная собачка Соня Андрея Усачева, Кусака Леонида Андреева, Юрий Коваль, пограничный пес Алый, Белый пудель Александра Куприна, Книга Леонида Сергеева, Челкаш, Белый клык Джека Лондона, Валерий Воскобойников, Девочка-мальчик и собака, Георгий Скребицкий, Джек, И многие другие. Загляните в добрые и преданные собачьи глаза. У собак лишь один недостаток. Они верят людям. Так сказал Элиан Джордж Финберт. Вот и мы вам желаем, чтобы у вас были такие же верные, надежные друзья. Любите собак за их преданность, Способность помочь в трудную минуту, Развеселить и успокоить вас в нужное время. Давайте по-доброму относиться ко всему живому вокруг, И мир нам ответит тем же. Благодарю за внимание. Презентацию подготовила библиотекарь Цегламенской библиотеки номер 16 Фролова Марина Анатольевна. В презентации использованы фотографии из личного архива.